На прошедшем видеоселекторном совещании по вопросам дальнейшего расширения промышленной кооперации и локализации глава государства отметил, индустрия строительных материалов может развиваться за счет внутренних резервов, в связи с чем на расширение геологической разведки сырья выделено 100 миллиардов суммов. В этом году планируется реализовать 420 проектов на сумму 1,8 миллиарда долларов. Речь шла и о необходимости своевременного запуска этих проектов и увеличения экспорта строительных материалов. А важным документом для развития данной отрасли послужило постановление президента о дополнительных мерах по поддержке строительства жилья и промышленности строительных материалов, принято в феврале текущего года. Согласно данным, в 2021 году в Узбекистане реализованы строительные работы на общую сумму 107,4 триллиона сумм. Это на 106,8% больше, чем в 2020 году. Этот показатель будет расти и дальше, так как ожидается реализация крупных проектов, таких как строительство массивов Новый Узбекистан, жилых домов с еще более удобной для населения инфраструктурой, масштабные созидательные работы по возведению социальных объектов. Возникает вопрос, развивается ли отрасль производства строительных материалов в соответствии со спросом? Сможем ли мы построить новые объекты, используя местную продукцию? Об этом говорилось на видеоселекторном совещании по вопросам развития промышленности строительных материалов и жилищного обеспечения населения, состоявшемся под председательством руководителя страны 2 декабря 2021 года, в ходе которого были определены конкретные задачи. А 21 февраля этого года было принято соответствующее постановление президента, которое еще более активизировало реформы в данной отрасли. Согласно постановлению создан ряд возможностей и льгот. В частности, в 8 районах республики будут образованы кластеры строительных материалов, создающих цепочку добавленной стоимости от добычи, переработки и проведения лабораторных испытаний сырья до производства готовых строительных и облицовочных материалов. Также будет налажено производство строительных материалов в 16 районах и городах республики посредством организаций промышленной кооперации с другими регионами. В 2022-2023 годах в целях обеспечения данных районов внешними инженерно-коммуникационными сетями и инфраструктурой из государственного бюджета будет выделено 200 миллиардов суммов, в частности в этом году 101 миллиард суммов. Данным постановлением, начиная с 1 марта текущего года, всем юридическим лицам разрешается экспортировать цемент, цементный клинкер и строительное стекло, производимое в республике на основе прямых договоров без ограничений и квот, благодаря чему, согласно прогнозам, в этом году экспорт продукции составит 700 миллионов долларов, а это в 1,4 раза больше по сравнению с прошлым годом. В соответствии с данным документом, для осуществления геологоразведочных работ в 2022-2023 годах выделяются средства в размере 100 миллиардов. Поставлена задача по обеспечению выставления на аукционные торги 400 участков месторождений полезных ископаемых. В соответствии с задачами, обозначенными руководителем страны, Ассоциация Успромстройматериалы уделяет особое внимание дальнейшему увеличению объема производства, внедрению научных достижений в отрасль, запуску производства новых видов энергоэффективных и современных строительных материалов, реализации крупных инвестиционных проектов с привлечением зарубежных инвесторов. Цифры говорят сами за себя. В 2021 году произведено продукции на сумму 24,2 триллиона сумм. В частности, по итогам года выпущено 28 миллионов квадратных метров строительного стекла, 15,4 миллиона тонн цемента, 22 миллиона квадратных метров керамической плитки, 2,6 миллиона рулонов обоев, 68 миллионов квадратных метров гипсокартона. Все это – продукция, предлагаемая местными предпринимателями на внутренний и внешний рынок. Примечательно, что объем экспорта составил 400 миллионов долларов. Согласно программе локализации, произведено 17 видов продукции на сумму 1,2 триллиона сумм. На проведенном видеоселекторном совещании под председательством президента было акцентировано особое внимание на производстве строительных материалов, обозначен ряд задач, стоящих перед Ассоциацией УЗПромстройматериалы. В частности, особое внимание было уделено созданию новых производственных мощностей, реконструкции имеющихся и выпуску новых видов строительных материалов. В связи с этим со стороны Ассоциации в 2022 году планируется увеличить производство стройматериалов до 27,6 триллионов сумм. Также уделяется большое внимание производству энергосберегающих материалов. Запуск новых проектов будет служить не только развитию сферы, но и созданию новых рабочих мест. В результате реализации инвестиционных проектов будет обеспечена занятость еще 10 тысяч человек. В рамках программы локализации в нынешнем году будут произведены стройматериалы по 17 проектам на сумму 950 миллиардов суммов. За счет этого импорт сократится на 86 миллионов долларов. На сегодняшний день растет и количество предпринимателей, ведущих свою деятельность в данной отрасли. К примеру, ряд предприятий в городе Ангрене выпускает импортозамещающую продукцию. В начале своей деятельности мы выпускали кафель двух размеров, и они, к сожалению, не отвечали требованиям качества. А теперь мы выпускаем качественный кафель различных размеров. Само собой, у нас увеличился и объем производства, и улучшился дизайн выпускаемой продукции. Когда мы вошли на рынок в первый раз, мы столкнулись с различными трудностями, потому что конкурентов было очень много. Но сейчас все иначе. Даже те же дилеры, которые работали с зарубежными производителями, сейчас работают с нами, потому что качество нашей продукции не отстает от зарубежной. И, конечно же, есть разница в цене. Если, например, наш кафель стоит 5 долларов, то зарубежные 12-15 долларов. Достичь таких результатов было нелегко. Мы отправили своих специалистов в Италию для повышения квалификации. 50-60% нашей продукции идет на экспорт в различные страны СНГ. Результаты проводимых широкомасштабных реформ вы можете видеть на примере продуктивной деятельности наших предпринимателей. Здесь, в свободной экономической зоне, мы освобождены от налога на доходы, земельного налога, налога на имущество. Те средства, которые раньше направлялись на уплату этих видов налогов, теперь остаются в нашем распоряжении, что дает прочную основу для внедрения вот таких вот новых технологий. Данное оборудование произведено в Италии. Его преимущество – выпуск керамических плиток больших размеров. На сегодняшний день на нашем предприятии трудится 350 человек. Из них 320 – это молодежь Ангрена. Два года специалисты из Италии и Испании обучали их работе. При запуске новой линии будут созданы еще 110 новых рабочих мест. Будет привлечена местная молодежь. Если мы в начале своей деятельности выпускали два вида продукции, то на сегодняшний день у нас производится более 300 видов импортозамещающей продукции. Новые виды энергосберегающей и инновационной продукции пользуются большим спросом в современной строительной сфере. Именно поэтому предприятие по производству газобетонных блоков в городе Ахангаран работает на полную мощность. Один газобетонный блок по объему равен 7 кирпичам. А вес не такой тяжелый. Можно поднять одной рукой. Почти 8 килограмм. Если взвесить 7 кирпичей, то получается 29 килограмм. Это означает, что газобетонный блок в три раза легче кирпичей. Очень экономичный и прочный материал. Один квадратный сантиметр блока может поднять тяжесть, равную 4 килоньютонам. Мы начали работу по строительству подобных заводов в Индиржанской и Хорезомской областях. В целях дальнейшего совершенствования отрасли, привлечения большого количества иностранных инвесторов, увеличения экспортных показателей, разработана программа развития производства строительных материалов на 2022-2026 годы, согласно которой к 2026 году планируется увеличить объем производства в отрасли до 42,3 триллионов сумм. А долю продукции с высокой добавленной стоимостью с 32,3% до 53. В результате реализации данных мер потребность в основных видах строительных материалов будет полностью обеспечена местными производителями.